так всем приветики ну что будет у нас вечерний бьюти уход расчесая волосы сейчас я буду мыть волосы с новой маской сейчас я достану кстати мне написали про эту маску про гидру про коралл что она воняет и когда видео снимала ее вскрыла понюхала да вроде бы и не пахнет но не воняет у нее такой цветочно-пудровый запах ну что-то там есть да но меня это не сильно раздражает вот эта маска воняет она классная она питательная она увлажняющая для тех кому эта маска воняет вот это не вздумайте покупать это еще сильнее в раз в 10 причем высушишь волосы через полчаса запах вроде как с волос улетучивается но когда я следующий раз ее просто мочу ее голову волосы запах вот он но классная маска мне нравится от этой фирмы я хочу еще пробовать шампунь хочу еще таблетки для ускорения роста волос и есть крем для кончиков а крем-то вообще видимо воняет и воняет и воняет что не сделаешь для красоты так вот сегодня будем использовать новую масочку я их буду тестировать и потом вам расскажу буду умываться любимым гидрофильным масличком кстати я уже сняла видео про покупки она видимо выйдет перед вот этим а может быть и после в общем вот так я забыла вам показать и для душа миксит арбузик ой как он классно пахнет классный так вот моем волосы потом я буду делать масочку кислотную потом покажу в общем умываемся так нанесла и розовый шампунь интересно покрасится ли волосы в розовый и закрасится ли рыжина но насколько я помню рыжина останется в общем экспериментируем и потом увлажняющей масочкой нужно корону себе сделать корона розовый и закрасится ли рыжина ух смываемся я в шоке она так воняет из банки так не пахнет когда вы начинаете на себя наносить вот там тричуп индийская она пахнет индийскими маслами какими-то знаете благовониями какой-то вот индийской храмом вот чем-то таким а это просто да вот так там есть что-то в составе знаете я не могу типа гуголь-моголь то есть это же из яйца но яичко протухло по всей видимости слегка что-то вкусненькое вот типа взбитых слива гуголь-моголь и вот такой надо дверь откройте проветривать вообще хотела эти эксперименты все для вас термошапку хотела надеть еще подогреть чтоб воняло на весь дом видимо ночью я одна буду страдать надела свой чокер зелененький к колечку кагату сегодня уборкой занималась клацнула здесь ноготь все обрезала подпилила все вот так вот в общем сейчас я нанесу маску кислотную пойду проверяюсь не могу и так вот это кислотная маска пептидами я еще пока не пользовалась кремом поэтому я думаю воспользуюсь масочкой я не могу какая воня кисточка у меня от масок от али алекс скин тоненьким слоем наношу вот здесь не наношу возле глазок подержу знаете минут 7 нам же начинают покалывать ой как конец а вот это там кислоты нашарашили не 5 минут хватит зачем-то интересно что вообще делают кислотные маски вот и купила даже не прочитала но я по одному не покупал классно и классно сейчас узнаем насколько она классная ай какая она колючая все засекаю и через пять минут смыли 5 хватит значит смыла я маску ну лицо так видите покраснела прям такими пятнами на ощупь лицо такое знаете как будто бы чешуйки лица так вот все поднялись не скажу что не скажу что шершавая но какое-то вот оно ой ну раздраженная лоб прямо 6 минут я держала очень страшно смывать ну господи хоть бы в глаза это кислотища просто не попала я нанесу аравию крем он с мочевиной я думаю что ничего страшного 100 миллилитров не жалко же вот в общем стресс такой для кожи конечно ну как эта маска для волос воняют это жесть 3 патчи мне нравится больше хотя запах там ого-го 3 патчи 3 чап 3 чуб почему-то мне никак не научиться правильно называть и так сейчас я надену пакет на голову включу свою термо шапочку и похожу еще на 20 ключи так единственно что мне не очень нравится вот это вот короткая фигня приходится вот на полу где-нибудь сидеть видите какие красные пятна от маски пошли от кислоты этой вы наверное нельзя нельзя лоб пленкой закрывать пусть дышит брюль чё пришел поры мои пор брюль чё брюль чё брюль чё брюль чё брюль мур-мур ну где ты не могу тебя поймать нормально маска для волос вонять маска да даже мурчать перестал вонища сейчас кот такой да вонища скажи надо мать помыть помой помой мать чё такая вонь скажи что ты уже не мурчишь да не смешно тебе да воняет воняет да так я не засекла время в общем я уже минуту снимаю минуту болтаю значит прошла минута сейчас посмотрю сколько посижу 20 минут так мои дорогие я на квартире сейчас буду заниматься уборка я тут чуть-чуть снимаю для густи канала по поводу вчерашних процедур маска для лица и я значит нанесла после нее крем лицо такое ну как бы не шелушится но он реально шершавая такой какой-то становится я нанесла крем аравию и я понимаю что мне надо вот чем-то таким жирным мне не хватило жирности но еще плюс я же ходила в маски для волос я когда пошла маску для волос смывать все равно вода попала на лицо я еще вторым разом намазалась кремом но это надо что-то прямо такое папа помощнее крем кстати мне понравился он вообще не жирнит кожу он сразу хлоп и такой вот как матовые знаете кожа и мне в комментариях сегодня писали я читала написали может быть вчера не знаю там сегодня читала что ну в общем на какое-то время года он подходит а когда не хватает питания масла добавляет девушка в этот самый в крем по поводу маски для волос нет подождите сначала значит маска для лица с утра смотрю мне вот здесь какой-то прыщик вскочил вечером мне вот здесь надулся прыщ его видимо ну расцарапала то есть когда я смыла маску вот эту кислотную нанесла уже несколько раз крем у меня лицо все еще пекло хотя красные пятна сошли но вот такое вот жжение местами она продолжалась на такое вот раздражение да и вот здесь вот как-то такая прям ну как штука вскочила я ее разодрала как ну не прыща как водянка знаете ну то есть это может быть прям реакция как полуожок такой да и это я держала шесть или семь минут вообще и надо 15 минут держать я делаю выводы что первый раз ну четыре минуты надо попробовать да а то и три вообще вот что по поводу как бы эффекта ну с одного раза я честно говоря не сильно поняла вот такие вот дела дальше по маске для волос слушайте но волосы прям классные прям очень мне понравились они блестященькие они эластичненькие они прям такие вот ну прям напитанные ну вот даже видно они прям блестят классные волосы но запах это что-то просто неимоверно это пахнет а жутко это до ощущения что теперь сейчас просто вырвет и когда я я кстати хотела 20 минут полежать в термо шапки с этой маской для волос а лежала и где-то 35 минут и вот я пакет надела на голову сверху эту термо шапка в ней еще есть пакет просто я пакет надеваю обычный чтобы тот пакет не отстегивать и не мыть а хитрожопая такая вот и вот значит я лежу я сначала посидела над розеткой потом я отключила еще думаю 10 минут ну пусть как бы остынет ну вот это вот тепло я вот легла прям вот так вот на диван да и вот пока лежишь не шевелишься вроде бы не чувствуешь запах только повернулась сразу о подкатывает это ужас я изучила комментарии на вал берез по поводу этой маски кто-то пишет что пахнет мокрой шерстью псиной ну нет мне пахнет действительно гуголем моголем но плохо пахнет то есть это яйцо это белок но бывает знаете когда вы заходите в какой-то ресторан или еще куда-то когда вы только подали какие-то там салаты и не за этом нежность или как они вот с яйцом до такой вот какой-то специфичный запах это не она такой ужасный просто запашище просто какой-то кошмар я смыла волосы это долго воняло я легла спать я крутилась до двух часов ночи я не могу уснуть мне воняет ну вот где-то в два часа ночи уже перестала вот так вонять просто только когда ну поворачиваешься вот этот вот шлейф идет да либо когда вот так а вот сейчас кстати утром я встала нюхала именно волосы когда нюхаешь есть еще запах но он как бы сильный но не настолько чтобы прям стало плохо он есть девочки он есть но не прям жуть ну жуть да я не знаю сама маска классная мне она действительно понравилась но этот запах я не знаю а я говорила вот этот ричуп индийская то что она воняет она воняет из банки ярче она воняет специфично она воняет храмом масла свечами какими-то благовониями вот чем-то таким но к этому как бы можно привыкнуть а это такое странное причем с банки она не так явно пахнет как тот ричуп а на волосах просто я не могла у нас вытяжка в ванной она не справляется я с видео снимаю потому что мне надо дверь открыть все я дышать не могу я не знаю то есть у нас как бы еще маленькая ванна ну там по квадратам это не знаю в каком пространстве надо наносить ну в общем но по описанию по комментариям девчонки покупайте третий раз маску все что хочу сказать если у вас с волосами полная задница вам реально нужно волос увлажнить то вас не остановит даже этот запах ну вот по факту так то есть я все равно и буду пользоваться потому что мне понравилось ну если есть запашок такую вот мы буду пользоваться посмотрю насколько ломкость сократится я и так ее сократила скажем ну процентов на 90 то что было раньше вообще не передать я просто расчесывал все я просто вся была усеяна от таких до таких все что там у тебя будет снизу расти естественно но все тут здесь еще более или менее здесь их нет потому что не обламываются в общем буду смотреть как эта маска работает еще вот ту попробую общем я три раза подряд попробую этой маской потом я сделаю скажем так кстати там два раза помою чем-то вообще другим ну из масок да я посмотрю этот накопительный эффект сразу уходит не сразу либо он хоть чуть-чуть все таки но остается на волосах общем буду прям смотреть но я боюсь что если три раза подряд палец пользоваться этой вонючей маской вы представляете если этот запах накапливается как от вас будет просто так нести одной девушки нравится я читала в комментариях она говорит вполне приятный запах не сильно пахнет нежненькая думаю ну вот мы все разные понимаете возможно для кого-то тоже он будет нежно пахнуть а мне прям правда невыносим а из банки я понюхала ну пахнет и пахнет даже как-то чуть-чуть пудрово пудрой там вообще не пахнет когда вы наносите это кошмар что 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 за запах ну маска мне во всяком случае понравилось я заказала себе маску маску краску лонда 1281 по моему я попробую закрасить вот это вот следующий раз когда я буду красить отросшие корни я закрашу вот эти полтора сантиметра то есть я красила в л и два раза где-то по 0 7 миллиметров то есть где-то вот они полтора сантиметра и я не скажу что предыдущие окрашивание было не окрашивает возможно лонда окрасит хотя у меня еще в л и раза на три то есть как банану подороже лонды но я думаю если лонда это все за под закрасит возможно я буду через раз пользоваться вэлла лонда вэлла лонда ну как-то так знаете в общем как-то так все мне тут предстоит уборка я на пусть и показала здесь что где как вот по убираю может покажу что получилось на бусте вот так что мои дорогие я понимаю что вы не хотите на бусте но я надеюсь что все знают что монетизация все она может быть и есть где-то на вывести мы не можем вот то есть какие-то надо обходные пути искать эти пути стоит комиссии открытие счета там счет открыто 3000 плюс там комиссия за вывод ну как бы этих этой суммы не собирается чтобы это все оплачивать поэтому пусть они там где-то валяются на цензу у меня даже нет я удалила через что мне как бы на какую на какую карту нет таких карт которые со свифтами работают есть райфайзен банк он надо было раньше я просто не знала на бор раньше его подключать сейчас даже открытие счета там безумно дорого стоит ну просто не на про продумали полну поняли что сейчас все ринулись ну как бы кому-то если большие суммы снимать я понимаю мне там нечего снимать вот поэтому если вы захотите меня поддержать то я буду благодарна мне вчера написала девушка ну там подписка платная да но это раз в месяц и это такая минимальная сумма когда вы по факту кружку кофе не купите ну ну если честно да так вот поэтому кто любит меня смотреть кто хочет меня поддержать пожалуйста проходите на бусте подписывайтесь все мои дорогие это видео я заканчиваю то есть у нас был просто уход я вам рассказала что по поводу ухода кстати сегодня я воспользовалась этой эвелин сывороткой и в один слой накрасила тушь в принципе мне кажется неплохо ну все мои дорогие до навстречу